Совершенно секретно, Вальтер Венг родился 18 сентября 1900 года в Виттенберг, Германская империя. Один из самых молодых генералов сухопутных войск нацистской Германии во Второй мировой войне. Принимал участие в битве за Берлин. В конце войны сдался со своей армией Соединенным Штатом с целью не попасть в советский плен. Биография. Третий сын офицера Максимилиана Венка Вальтер родился в Виттенберге, Германия. В 1911 году поступил в Новомбургский кадетский корпус прусской армии с весны 1918 года в среднее военное училище. В феврале 1919 года в рядах Фрайкера участвовал в подавлении восстания спартакеанцев, где был ранен, после чего был повышен до унтер-офицера. 1 мая 1920 года был зачислен рядовым в 5-й пехотный полк Рейксвера, а 1 февраля 1923 года был произведен в унтер-офицеры. В феврале 1923 года окончил пехотное училище в Мюнхене. Некоторое время был адъютантом Ганса фон Секта. 2 мировая война Венк встретил 2 мировую войну в звании майора. 18 сентября 1939 года он получил железный крест 2-го класса, а две недели спустя, 4 октября, железный крест 1-го класса. С 1939 года по 1942 год Венк был начальником оперативного отдела 1-й танковой дивизии. В 1940 году за быстрый завлад города Бельфор Венку было присвоено звание полковника. 28 декабря 1942 года был награжден рыцарским крестом железного креста. Произведен 1 марта 1943 года в генерал-майоры. В 1942 году был инструктором военной академии, начальником штаба 57-го танкового корпуса и начальником штаба 3-й румынской армии на Восточном фронте. С 1942 года по 1943 год Венк находился на посту начальника штаба армейской группы под названием Холит, позднее переформированный в 6-ю армию, приписанный к той же 3-й румынской армии. В 1943 году стал начальником штаба 6-й армии. С 1943 по 1944 год Венк занимал должность начальника штаба 1-й танковой армии. В 1944 году вывел свою первую армию из каменец Подольского котла. В 1944 году начальник штаба группы армии Южная Украина. С 15 февраля 1945 года по настоянию гейнца Гудериана Венк командовал немецкими войсками, задействованными в операции под кодовым названием «Солнцестояние». Это была одна из последних танковых наступательных операций нацистской Германии. Примерно 1200 немецких танков нанесли удар по позициям советских войск в Померании. Однако операция была плохо спланирована, войска не имели достаточной поддержки и 18 февраля она закончилась поражением наступавших. В феврале 1945 года получил серьезные травмы в автомобильной аварии. После аварии ему пришлось носить корсет. Западный фронт. 10 апреля 1945 года в звании генерала танковых войск Южен командовал 12-й армией, расположенной к тому времени к западу от Берлина. Перед ней стояла задача защитить Берлин от наступающих союзных сил на Западном фронте. Но так как войска Западного фронта перемещались на восток и наоборот, немецкие войска, являющиеся противоположными фронтами, были фактически прижаты друг к другу. В результате в тылу армии Венка к востоку от Эльбы появился обширный лагерь немецких беженцев, спасавшийся от приближавшихся советских войск. Венк старался всячески обеспечить беженцев питанием и проживанием. По разным оценкам, в течение некоторого времени 12-я армия обеспечивало пропитанием более чем четверть миллиона человек каждый день. 21 апреля Гитлер приказал обер-группенфюро СС и генералу войск СС Феликсу Штейнеру атаковать позиции 1-го Белорусского фронта маршала Жукова. Силы Жукова окружали Берлин с севера, войска 1-го Украинского фронта маршала Конева с юга. Штейнер должен был атаковать Жукова со своей армейской группой под названием Штейнер, имея некоторое количество действующих танков и примерно дивизию пехоты. Он отказался это делать. Вместо этого он отпустил, спасаясь от окружения и полного уничтожения. 22 апреля вследствие отступления отрядов Штейнера 12 армия генерала Венка стала последней надеждой Гитлера сохранить Берлин. Венку был дан приказ развернуть свои войска на восток и соединиться с 9 армией генерала пехоты Теодора Буссе. По плану они должны были окружить советские части с запада и с юга. Между тем 41-й танковый корпус под командованием генерала Хольсте должен был атаковать с севера. Однако в большинстве своем войска Хольсте состоялись остатков частей Штейнера. Недавно сформированная армия Венка сделала неожиданный разворот и в общей сумотоке неожиданно атаковала части Красной Армии, окружившей Берлин. Войска Вальтера Венка были подготовлены не лучшим образом и их атаки были быстро остановлены на подстоках под Даму с сильным противодействием советских войск. Ни Буссе, ни Хольсте не сумели достичь значительного прогресса в направлении Берлина. К концу дня, 27 апреля, советские войска замкнули кольцо вокруг Берлина, отрезав немецкую столицу от остальной Германии. 28 апреля немецкий генерал и начальник штаба Ганг Хребс позвонил из фюрер-бункера по телефону и призвал фельдмаршала Вильгельма Кейтеля войти в состав нового верховного главнокомандования. Гребс сообщил Кейтелю, что если помощь не придет в течение 48 часов, то все будет потеряно. Кейтель пообещал оказать давление на генерала Венка и Буссе. В ночь на 28 апреля Венк сообщил верховному командованию сахопутных войск, что части его 12-й армии были вынуждены начать отход по всему фронту, в том числе 20-й корпус, которому удалось установить временный контакт с гарнизоном Подсдама. Также он сообщил, что никакое давление на Берлине теперь не представляется возможным, тем более, что поддержки 9-й армии Буссе больше не ожидалось. Поздно вечером 29 апреля Кребс связался с Йодолем по радио. Запрос немедленного отчета, во-первых, местонахождение 12-й армии Венка, во-вторых, время готовящейся им наступления, в-третьих, расположение 9-й армии, в-четвертых, точное место, в котором 9-я армия прорвет фронт, в-пятых, местонахождение Хольста. В ночь на 30 апреля Йодолем ответил Кребсу. Во-первых, войска Венка увязли южнее озера Швиллоу. Во-вторых, 12-я армия не в состоянии продолжать наступление на Берлин. В-третьих, ядро 9-й армии в окружении. В-четвертых, корпус Хольста завяз в обороне. Когда его попытка достичь Берлина стала невозможной, Венка разработал план по передвижению своей армии в лес Хикальбе. Там он планировал соединиться с остатками 9-й армии и с группой армии Шпре Хельмута Рейсмана, и с поддамским гарнизоном. Венк также хотел обеспечить пути эвакуации жителей Берлина. Прибыв на край передовой, Венк передал радиосообщение. Скорее, мы ждем вас. Несмотря на постоянные атаки на пути его отступления, Венк переправил свои войска остатки 9-й армии, также многих гражданских беженцев через Эльбу на территорию оккупированной американской армии. Переправив армию и беженцев через Эльбу, 7 мая Венк сдался американцам. Освобожден в 1947 году. С сентября 1948 года работал менеджером в компаниях Хюбершульце, Филиалли заводской фирмы. В 1953 году он был переведен из правления в совет директоров, где в 1955 году стал председателем. С 1960 года Венк – генеральный директор фирмы «Дейхель» в Нюрнберге, занимавшийся изготовлением военной техники и вооружения для бундесвера. В 1966 году вышел в отставку, сохранив за собой офис в Бонне. В 1982 году Вальтер Венк погиб в автомобильной аварии.